Токаев В дни выборов и инаугурации тысячи людей вышли на улицы Алматы, Астаны и других городов. Шалкет! 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 Чтобы в легитимность выборов поверили международные наблюдатели, Токаеву придумали подставного спарринг-партнера Амиржана Касанова. Он изображал оппозицию и получал голоса тех, кто ни за что не хотел голосовать за нуратановца. Сам Касанов раскрылся, когда первым поздравил Токаева с победой еще до оглашения результатов. Даже согласно заниженным официальным данным МВД за участие в мирных протестах, год назад были задержаны более четырех тысяч человек. Международные СМИ транслировали, как полиция растаскивала людей за руки и ноги, раздирая одежду, хватали стариков и женщин. По оценкам правозащитников, было арестовано более шести тысяч человек. В полицейских участках Астаны и Алматы физически не хватало мест. Задержанных развозили по всей стране на сотни километров от дома. Весь год Токаев старательно подогревал надежды, рассказывая о социальной справедливости, слышащем государстве, многопартийной системе и отмене запретов на выражение мнений и мирных собраний. Вижу свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране, эффективная обратная связь с населением. Общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей являются главными приоритетами в деятельности государственных органов. Согласно Конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу. В реальности все обернулось полной профанацией. Тот же новый закон о мирных митингах не дал людям новых свобод. Наоборот, он значительно ограничил права на мирные митинги и собрания. Раньше подать заявку на проведение митинга можно было в любом месте, теперь лишь в указанных властями специальных загонах-резервациях. При том, что у властей остались те же права запрещать проведение уличных акций по своему усмотрению. АУГА КАЗАХСТАН! АУГА КАЗАХСТАН! АУГА КАЗАХСТАН! АУГА КАЗАХСТАН! Шестеро депутатов Европейского парламента призывают Токаева пересмотреть новый закон о мирных собраниях. Евродепутаты напомнили властям Казахстана о заявлениях, изложенных в резолюции Европарламента. По ситуации с правами человека в Казахстане, Токаев оказался не столь наглым и прямолинейным, как Назарбаев, который, не стесняясь, обзывал казахов ленивыми и ушлыми, открыто говорил, что не собирается никому помогать, и недовольных отправлял гулять в больницы и на кладбище. Но, как показал год президентства Токаева, в циничности и жестокости он Назарбаеву ничем не уступает. Токаев – это диктатура с пародией на государство, права человека и законность. Отметить годовщину президентства Токаева власти задумали митингом нового псевдооппозиционного проекта. Место Казанова занял еще один журналист – Жанбалат Мамай. Митинг 6 июня приурочили к годовщине избрания Токаева, чтобы подчеркнуть его роль реформатора. В этот же день вступил в силу новый закон о мирных митингах, который обещал Токаев. У Мамая не было разрешения на митинг, но генпрокуратура и акиматы не предупредили людей о незаконности его призывов. Но когда об участии в митинге заявили лидеры ДВК и КОЩЕ, власти попытались помешать собраться большой группе людей. Санитарные врачи стали рассказывать, что митинги обернутся новой вспышкой эпидемии и угрожали участников посадить на карантин. В случае, если подобные сборы приведут к заражению, организаторы митингов понесут предусмотренную законодательством ответственность, вплоть до уголовной. МЧС распространило штормовое предупреждение, хотя погода обещала быть теплой и солнечной. На месте сбора Мамай стоял среди одетых в брендированные футболки статистов, чтобы полиция знала, кого не задерживать. По этим футболкам мы теперь можем оценить количество его сторонников. Чтобы охранять место съемок от реальных активистов, полиции пришлось взять его в двойное кольцо оцепления. На Мамаевском митинге был замечен Нуратановец, председатель общественного совета Алматы Рахман Алшанов. Очередное доказательство того, что Мамай сотрудничает с Кордой. Прямые эфиры Нуразаттыка и КМБПЧ направлены исключительно в центр круга, на актеров Мамая в белых футболках. Их камеры всегда показывают Мамая среди людей крупным планом. Только со стороны становится видно, насколько мала эта группа и как ее охраняет полиция. Эта продажная журналистика создает имидж прокладки режима. Про властные СМИ говорят о том, что митинги якобы прошли слабо, людей было мало, но при этом эта власть не показывает, что везде были оцепления. Они, все эти кадры попали благодаря гражданским активистам, которые показали, что сотни и тысячи полицейских стояли вдоль улиц, кварталов, никого не пропускали. И как эта власть не хотела, она в очередной раз разоблачена. Реальную картину, происходящего на митинге 6 июня, показали не камеры журналистов, а съемки простых людей, которые пришли высказать требования народа. Пока Мамэй выступал перед камерами провластных Нуроза тык и КМБПЧ, реальных активистов из ДВК и КОЩЕ арестовывали неподалеку за нарушение карантина. Сторонники ДВК и бывшего КОЩЕ партиясы выступили за настоящие, а не показные реформы и за полную отставку режима Назарбаева. Активисты выходили, чтобы митинг власти, сделать митингом народа. Я люблю ДВК. Ради ДВК пойду на очень смелые поступки. Моя тезка. Ради Казахстана, ради своего будущего. По призыву ДВК 6 июня по всему Казахстану прошли куда более масштабные митинги реальной оппозиции. Каждый раз выходим на эти митинги, власть не слышит народ, власть не хочет слышать народ. Мы будем добиваться того, чтобы в нашей республике власть мирным путем сменилась. По этому поводу я обращаюсь сейчас к гражданскому обществу республики Казахстан. Люди, проснитесь. Почему вы не поддерживаете, не выходите на эти митинги? Митинг власти во главе с МММ полиция закрыла в два круга оцепления, чтобы не допустить на него честных людей. Ведь тогда станет говорить народ. Прохожих и тех, кто пришел на митинг народа по призыву ДВК, оттеснили от места съемок. Поэтому они шествовали с требованиями по соседним улицам. Люди протестовали против политических репрессий, в результате которых только с начала этого года погибли уже трое активистов. Дулат Агадил, убит полицейскими в СИЗО, активистка из Актобе Аманбике Хайруллы, преследованиями доведена до самоубийства. И пенсионер Серик Аразов, который умер от сердечного приступа прямо на глазах полицейского. Обычно в Шимкенте на митинг приходило 50 или чуть больше человек, но на этот митинг вышло во много раз больше. Количество задержанных было минимум 200 человек. Четыре РОВД города Шимкента были абсолютно полностью заполнены протестующими. То есть более 200 человек было задержано. Активисты из Шимкента сообщают редакции 1612, что митингующих хватали сразу, когда те еще не успели раскрыть плакаты и объявить требования. Если у вас есть лишние маски, если вы можете с собой взять лишнюю бутылочку воды, вы знаете прекрасно, народ у нас очень бедный. И кто-то может прийти, недостаточно средств, защиты у него будет. Возьмите с собой все эти запасные предметы. Активисты из Алматы отозвались на просьбы и раздавали на митинги бесплатные маски и перчатки для тех, у кого их не было. Если вы боитесь задержания, то можете быть волонтером и помогать митингующим. Места проведения митинга блокировались. Разные улицы тоже блокировались, подходы блокировались. Выявлялись активисты, они захватывались. И они действовали как бандиты. То есть люди просто шли, их окружала полиция, нападала, скручивали людей и увозили. Увозили в полицию, просто составляли протокол, а потом отпускали. Сотрудники полиции, не бойтесь, забирайте. Тише, тише. Подожди, повремени. Эй, выпустите нас! Требуем! Не бойтесь, пацаны! Не бойтесь! Как поступать с участниками настоящих митингов, власти не смогли придумать. Массовые задержания обернулись бы для Тукаева международным скандалом и обвинениями в нарушениях прав человека. Заталкивать людей сотнями в автозаки и камеры – это нарушение элементарных санитарных норм. Власть сама навлекла бы на себя обвинения в провоцировании новой волны болезни. На следующий день группа активистов собралась у здания департамента полиции Алматы, где они провели акцию солидарности с протестующими в Америке. Мамэй занимался продвижением своего митинга более месяца, а ДВК понадобилось четыре дня, чтобы мобилизовать активистов по всей стране. Это говорит о том, что ДВК является сегодня самой масштабной силой в стране. Это единственная политическая сила, которая способна привести народ к смене режима. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok